МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Карагандинской области продолжаются работы по заготовке кормов. В настоящее время заготовлено 1 млн 673 тыс. тонн сена. Это составляет 84% от запланированного объема. В Караганде налажено выгодное партнерство бизнесменов с государством. Достигнуты результаты в защите прав бизнеса и сокращении числа проверок. В региональной службе коммуникации провели очередной брифинг. К здоровью на лошади. В Караганде для 12 детей с ограниченными возможностями организовали курс ипотерапии. На эти цели из городского бюджета было выделено более 4 млн тенге. Обо всем более подробно. В Карагандинской области продолжаются работы по заготовке кормов и реализации программы развития мясного животноводства. О том, как обстоят дела в сельскохозяйственной отрасли региона, на аппаратном совещании рассказал заместитель Акима Карагандинской области Сирик Шайдаров. В регионе продолжается заготовка кормов. В настоящее время заготовлено 1 млн 673 тыс. тонн сена. Это составляет 84% от запланированного объема. Полным ходом идет работа по реализации программы развития мясного животноводства. Одним из важных направлений данной программы является приобретение импортного племенного крупнорогатого скота. Области необходимо закупить 10 тысяч голов скота. Задания распределили по городам и районам. На покупку поголовья были выделены средства из республиканского бюджета. Они подкреплены финансовой поддержкой в виде кредитов и субсидий. Для кредитования из республиканского бюджета выделено 6 млрд. Это по фонду 3 млрд. и по АКК 3 млрд. Условия кредитования приемлемы. Как сообщил заместитель Акима Серик Шайдаров, в некоторых городах и районах работа в данном направлении ведется слабо. В число остающих попали Актогайские и Олутауские районы. А из-за Сакаровского района и города Жесказган не поступило ни одной заявки на приобретение крупнорогатого скота. Глава региона Ярлан Кошанов поручил своему заместителю разобраться с этой ситуацией в течение месяца. Нужно обсудить эту ситуацию на отдельном собрании. Я даю вам месяц. Проконтролируйте Акимов отстающих регионов. В конце месяца мы снова вернемся к обсуждению данного вопроса. Всего на сегодняшний день по области поступило 52 заявки на приобретение более 3000 голов крупнорогатого скота. Также Серик Шайдаров подчеркнул, что с целью разъяснения условий кредитования и субсидирования управлением сельского хозяйства совместно с институтами Казагра проведена работа в районах области. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аким Карагандинской области Ярлан Кушанов во время рабочей поездки в Бухаржурауский район посетил птицефабрику Акнар. Главе региона показали птичники, в которых выращивают бройлеров и рассказали о работе предприятия. Предприятие по производству мяса «Птиц Акнар» уже давно завоевало популярность среди потребителей. В немалой степени этому способствовала и государственная поддержка. Компания ежемесячно получает субсидии на удешевление стоимости производства мяса. Для этих же целей не так давно был построен завод по производству кормов. Что касается государственных субсидий, то только в прошлом году фирме было выплачено свыше 400 миллионов тенге. Норматив – удешевление на 60 тенге за один килограмм. Обо всем об этом руководитель предприятия рассказал Акиму Карагандинской области Ярлану Кушанову. Он особо отметил, что фирма имеет в собственности поля, на которых выращиваются корма для птицы. Да, у нас есть земли. То есть мы выращиваем и пшеничку, и выращиваем ячмень, выращиваем кукурузу, выращиваем соевые бобы. Сами производим соевый широт. Но единственное, что мы покупаем, мы покупаем за рубежом премиксы. Это, скажем так, за дальними рубежами, в России, покупаем аминокислоты. То, что не производится в Казахстане. Компания Акнар ПФ занимается также производством полуфабрикатов из мяса цыплят-бройлеров, продуктов разделки цыплят-бройлеров, полнорационных комбикормов для птиц и сельскохозяйственных животных в промышленном объеме. В фирме работает более 400 человек. В ближайших планах увеличение объема производства до 9 тысяч тонн мяса птиц в год. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде налажено выгодное партнерство бизнесменов с государством. Достигнуты результаты в защите прав бизнеса и сокращении числа проверок. Об этом в ходе брифинга заявил директор карагандинского филиала Палаты предпринимателей Атамикен Ирнар Кульпийсов. На сегодняшний день в Карагандинской области в рамках развития государственно-частного партнерства на стадии реализации находится 105 проектов. Их сумма составляет почти 40 миллиардов тенге. Палата уделяет особое внимание развитию государственно-частного партнерства. Она оказывает значительную поддержку предпринимателям региона. Это и сопровождение проектов, и устранение барьеров при взаимодействии с госорганами. В настоящее время уже есть определенные наработки. Они реализуются со стороны предпринимателей. По реализации же семи типовых инициатив. Мы в настоящее время проводим ряд встреч с бизнесом и помогаем, сопровождаем данные проекты в госорганах. Помогаем в разработке им бизнес-планов. Также ведется большая работа по созданию благоприятных условий и уменьшению барьеров в законодательной сфере. Директор региональной палаты предпринимателя Атамикен Ярнар Кульпийсов подчеркнул, что основной задачей палаты является защита прав и интересов бизнеса. В этом направлении была проделана огромная работа за прошлый год. Важную роль в обеспечении протекции бизнеса играет Совет по защите прав предпринимателей, который успешно функционирует в нашей области. Поступило более 200 обращений. Из них мы по 138, это более 30%, были решены положительно. Если говорить о проверках, то в целом отмечается снижение проверок. Так, за 2017 год количество проверок было снижено на 21% и составило 6173 проверки. В завершении Ярнар Кульпийсов отметил, что с прошлого года на базе палаты создан Центр обслуживания предпринимателей, куда можно обратиться по всем вопросам касательно государственно-частного партнерства. С 1 августа эти услуги начали оказывать и в электронном виде на портале Атамикен Сервисес. Токжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. К здоровью на лошади. В Караганде для 12 детей с ограниченными возможностями организовали курс ипотерапии. На эти цели из городского бюджета было выделено более 4 миллионов тенге. Восьмилетний Артем страдает ДЦП с самого рождения. Родители делают все возможное, чтобы поставить ребенка на ноги. Отец Артема Вадим Аслов рассказывает, что об ипотерапии они узнали давно. Обратившись в отдел социальных программ города, отец с сыном несколько раз в неделю стали заниматься на конном заводе «Карат». Здесь работают инструкторы, имеющие специальные сертификаты. Мужчина заявляет, что Артему импотерапия нравится. Мальчик с нетерпением ждет следующего занятия. Сразу было видно, что он даже не боится животных, он к ним тянется. Потому что здесь так вот продумано, что после каждого занятия дети еще кормят лошадь своими руками, гладят. Это все позитивные эмоции, которые все на руках. Он ждет эти дни, когда мы знаем, что мы едем на ипподром заниматься. Лечебная верховая езда или так называемая ипотерапия давно обрела мировую популярность. Такая езда оказывает благоприятное воздействие на организм человека. Она развивает мелкую моторику, усидчивость, усиливает кровоток в конечностях и оказывает массирующее воздействие на мышцы ног. А главное, дарит хорошее настроение и заряд положительной энергии на весь день. Именно по этой причине специалисты отдела занятости и социальных программ города организовали курс ипотерапии для детей, страдающих ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом и другими заболеваниями. Услуга предоставляется бесплатно. Исходя из возможностей, вот если мы с прошлым годом в декабре месяце начали данные услуги оказывать, мы видим, что семьям, то есть у детей есть результаты, с чем дополнительно в этом году более 4 миллионов из местного бюджета были выделены. Данные услуги оказываются в рамках госсоцзаказа. Услуги оказываются общественным объединением Караганинско-областной филиал БОТА. Сегодня за необычным видом реабилитации выстроилась очередь из 10 детей. По рассказам родителей, маленькие карагандинцы чувствуют себя намного лучше после времени, проведенного с лошадьми. Примечательно, что после окончания занятий дети могут и покормить своих четвероногих друзей. Тохжан Лянова, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Психоневрологический диспансер Карагандинской области проводит программу по совершенствованию подготовки специалистов. Целью программы является оказание качественной психотерапевтической помощи для пациентов, страдающих психическим расстройством. Приехавший из России доктор медицинских наук Равиль Назыров поделился опытом с местными коллегами. Равиль Назыров в Караганде уже во второй раз. Главная цель визита – помочь коллегам освоить несколько важных тем, касающихся применения современной психотерапии при лечении пациентов с психическим расстройством. Данное мероприятие проводится в рамках реализации дорожной карты по развитию службы охраны психического здоровья Республики Казахстан. Совместная образовательная программа семинара продлится шесть дней. Если говорить сегодня о исследованиях, которые проводились для пациентов, страдающих большими психическими расстройствами, то есть это шизофрения, депрессия, то значение психотерапии для реабилитации таких пациентов, то есть возвращение в социальную среду, эту технологию, психотерапию и психосоциальную реабилитацию трудно переоценить, потому что, можно сказать, что без психотерапии, без психоциальной реабилитации возврат пациентов к обычному социальному функционированию, возврат к семье, в работу, в общество, ну, практически невозможно. Подход к пациенту – это не только назначение лекарств, методы медико-биологической терапии, но и социально-рабилитационные программы. Образовательная программа семинара включает в себя обсуждение задач, научных методов и понятия клинической психотерапии. По словам специалистов, в скором времени в Караганде будут внедряться новейшие тенденции в развитии современной психотерапии. Семинары такие проходят достаточно часто. Вот в прошлом году у нас тоже образовательная программа была многомесячная, касалась она превенции суицида. Но это немножко другое направление. Но на самом деле мы стараемся ежегодно, а иногда даже два раза в год, проводить такие образовательные программы для специалистов в сфере ментального здоровья. В семинаре приняли участие более 70 специалистов. Все они работают в сфере ментального здоровья. В их числе психиатры, психотерапевты, наркологи и психологи. Мульдей Жакан, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. И последнее на сегодня. В поселке Осакаровка состоялось чествование сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей. Мероприятие прошло на плацу, где расположен обелиск, посвященный сотрудникам Беслану Аушеву и Геннадию Касапиди. Ружейный залп, минута молчания и возложение цветов к обелиску памяти. В отделе внутренних дел Осакаровского района отчествовали сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. 3 августа 1985 года при задержании особо опасного вооруженного преступника погибли Беслан Аушев и Геннадий Карапиди. Вот с той трагической датой уже прошло 33 года. Сегодня исполнится урон 33 года. И в честь памяти погибших наших коллег, сотрудников, мы сегодня проводили торжественное мероприятие. На это торжественное мероприятие мы пригласили жен погибших сотрудников, Надежда Борисовна Карапиди и Наталью Вениаминовну Аушеву. Каждый год к нам они приходят, не только на эти мероприятия, они приходят на все наши мероприятия и вносят свою лепту в дело воспитания молодого пополнения сотрудников ОВД Осакаровского района. После торжественного мероприятия на плацу в актовом зале участники посмотрели документальный фильм «Операция «Гром. Путь к бессмертию». Картина подробно рассказывает о героическом подвиге погибших сотрудников Осакаровского РОВД. В областном департаменте внутренних дел отмечают, что подобные мероприятия проводятся для укрепления морально-психологического климата и воспитания патриотизма среди личного состава. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.